Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слугараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Когда одни могут, а другие хотят. Там люди же знают, что самые большие деньги как раз ты можешь зарабатывать на технологиях. Какие инновации ждут инвесторов, узнал Дмитрий Иринин. В тур по Европе. Возможно будет группа людей разделены по нескольким странам. Инвесторы мусоросжигательного завода приглашают активистов изучить опыт других стран. Об этом Анна Городнова. Горячие споры вокруг бани. Одна разъединенная баня. Держал его, все у нас люди думают, что дрова выручали. Почему в тетюшках закрылась единственная баня? В проблеме разбиралась Альбина Минебаева. Севгаты Хакима и Чистопольская будут закрыты. До стадиона только пешком. Ну, честно говоря, мне доставят некоторые неудобства как раз-таки на работу ездить. А транспортное обеспечение во время чемпионата мира по футболу. Слово. В Казань слетелись бизнес-ангелы. Сегодня в столице республики прошел российский венчурный форум. Инвесторы, что вкладывают деньги в инновации, присматривали проекты для своих капиталов. Таких разработок, жаждущих средств, на форум привезли полтысячи из двух десятков стран. Какого эффекта ждут от слияния креатива и капитала? Дмитрий Аринин. Чтобы люди понимали, где настоящий продукт, где настоящий. Казанский IT-разработчик Марат Дусаев придумал своего рода продуктовый сканер. То есть написал программу, которая вкупе с QR-кодом может дать полсотни характеристик товару. С таким сервисом покупатель, придя в магазин, может узнать, из коровы какого хозяйства надоили молоко. Хозяйство получает возможность вести учет. Государство видит, как расходуются субсидии. Потребитель получает всю историю от поля до прилавка. Когда мы совершаем операцию, которая верифицируется в блокчейне, свидетельство того, что вы эти деньги нигде-то не украли. Программное обеспечение для такого блокчейна-ревизора написали московские айтишники. С помощью интернета система позволяет проводить торговые операции с криптовалютой и отслеживать их. Программные коды, которые позволяют связывать участника, ну, вовремя, как бы конкретного предпринимателя, у которого есть система, с другим, у которого даже ее нет. Найти таким разработчикам инвесторов, которые могут помочь развить дело и при этом сами заработать, есть цель этого форума. Пока, как констатируют эксперты, по сравнению с зарубежьем, российский венчурный рынок невелик. Около 200 миллионов долларов. Может быть, еще связано и с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России. Проще закупить что-то за рубежом, сделанное под ключ. К этому доверие больше. Хотя, как отмечают, в последние годы в стране возросло число и качество инновационных продуктов. Осмотрев проекты форума, Рустам Мениханов поручил министерствам изучить их практическое применение. Если мы возьмем пять лет назад, мы просто ходили, смотрели, чтобы людей не обидеть. Говорили, молодцы, вы что-то принесли. А в первые годы это были вообще какие-то там бредовые идеи. Сегодня все эти вещи носят приклада. Да, возможно, не все выстрелят, но я уверен, что процентов 80. Не бояться вкладывать деньги в новые технологии на форуме советовали инвесторы из американской силиконовой долины. Чем отличие от долины? Это в том, что там люди уже знают, что самые большие деньги как раз-то и можно зарабатывать на технологиях. По итогам форума международное жюри отберет лучшие проекты. Их авторы получат до 10 миллионов рублей и смогут за рубежом пройти обучение по продвижению своих продуктов. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Инвесторы мусоросжигательного завода готовятся организовать поездку для активистов на аналогичные заводы в Европе. Об этом сегодня заявили в Казанском Кремле. Сейчас формируются списки. Поездки состоятся до июня. Продолжатся и встречи с жителями, будут и персональные, и в формате видеоконференции. Тему продолжит Анна Городнова. Осиново, Азина, Казань, Зеленодольск. Вот полностью Татарстан. Давайте мы проведем референдум. Мы можем обратиться к руководству республики с таким предложением. Оформить его в виде решения группы. Давайте мы это сделаем и обратимся. Накануне в комитете ЖКХ Казани прошла встреча рабочей группы. Активисты делились предложениями и своим видением решения тех или иных вопросов. Говорят о необходимости привлечения ученых в свои ряды. О методе пиролиза при переработке мусора. Все поступающие вопросы, заявили сегодня, будут собраны в отдельный документ. Оцениваем сам факт проведения подобных встреч положительно. Хочу напомнить, что позиция президента республики в этом вопросе остается неизменной. Без учета общественного мнения, а также без международной экологической экспертизы. Решение приниматься не будет. На следующей неделе инвестор составит график новых встреч с жителями и подготовит списки тех, кто поедет за границу. Смотреть, как там работает мусоросжигательный завод. Таких только в Европе более двухсот. Группа активистов разделилась на, скажем так, два лагеря. Одни активисты не желают категорически посещать никакие заводы в Европе и изучать их. Есть другая часть активистов, которые готовы поехать и ознакомиться с опытом. И вот исходя из их предложений, в том числе будет формироваться список и стран, возможно их будет несколько. Поездки инвестор планируют завершить до общественных слушаний. Их проведут в июне. Сегодня снова напомнили, сжигание мусора – последний этап утилизации отходов. За четыре года, пока будут строить завод, в республике должны заработать 14 мусоросортировочных станций. А в следующем году в Татарстане откроется предприятие по переработке стекла. Анна Городнова, Марадзай Дулин, ТНВ, Казань. Пройдет по Абрикосовой, свернет на Виноградную. Это о новой дороге, которая якобы должна появиться на территории поселка Новая Сосновка. По информации жителей, их дома на пути у новой трассы могут снести. Накануне в поселке прошел сход граждан, где жители озвучили свое жесткое против. Будущим строительством поинтересовались и мы. Это карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. Жители показывают новый генплан Казани. Правда, он пока не утвержден, но на нем четко видно, что по поселку Новая Сосновка пролегает дорога. Об этом жители узнали случайно. Соседи ходили на грузди, хотели получить разрешение на строительство, но, к сожалению, ему не выдали. Мотивируя это тем, что по новому проекту будет проходить дорога через поселок. И теперь жители практически ежедневно ходят в управление градостроительных разрешений, чтобы понять, быть дороги или нет. Ведь если это так, то могут снести порядка 40 домов, говорят владельцы. Многие строения новые в них. В основном живут молодые семьи. Идти им просто некуда. Я мать пятерых детей. И все мои дети являются собственниками этих домов. Официально зарегистрированы. Мы против строительства этой дороги. Мы хотим, чтобы эту дорогу провели по свободным территориям, где нет еще жилых домов. На сходе они выбрали инициативную группу. Единогласно жители проголосовали против сноса строений. На улице, наверное, будем жить. У нас внуки, у нас дети. У нас, не знаем. За разъяснениями мы обратились в Министерство транспорта Республики. Они переадресовали вопрос исполкома города. Нам пришло письменное сообщение. На данной территории действующим и разрабатываемым гемпланом Казани строительство новой дороги стратегического значения предусмотрено. Однако в настоящее время не решен вопрос расположения и границ будущей дороги. Теперь жители ждут детали нового проекта дороги. Исходя из этого, будут решать, что делать дальше. Альбина Слагараева, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. В огороде нет свободных мест. Сегодня в Челнах начали выдавать бесплатные талоны на проезд в садовые участки. Четыре пункта их получения появились в автозаводском районе. Но вместе с тем возникли и очереди. Местные власти объясняют это наплывом желающих получить талоны уже в первые дни. Льготные проездные будут выдавать месяц. Споры с паром в Тетюшах закрыли единственную в городе баню. Часть жителей, а это в основном пенсионеры, теперь даже не знают, где помыться. В некоторых квартирах нет ванной. В 2006 году баню вывели из муниципальной собственности и продали предпринимателю. Но банное дело оказалось убыточным. Подробностью у Альбины Минебаевой. У меня только одна раковина, больше у меня ничего нет. Всеводные процедуры в одной раковине. У бабушки Лидии на старости лет один вопрос. Где помыться? Единственная в Тетюшах баня закрыта. Негде мыться. И в тем доме у нас тут такая. Ни у кого у нас в доме нет. Одна единственная, больше нет ни Египа, они у нас в городе. Горячим банный вопрос оказался еще как минимум для 36 жителей Тетюш. Именно столько подписей собрали в обращении к главе района. Просьба одна – снова пустить пар. Писали в газете неоднократно, шистополь в шеи разводят. Тетюшек тоже в шеи будем разводить, значит. Вывеска о том, что не работает, двери также закрыты. Последний раз в этой бане мылись 6 и 7 апреля. Чтобы она снова заработала, руководство директору бани и администрации города придется найти общий язык. Мне только на обогрев, сам прогрев бани, прогрев горячей воды, надо было наличным 8 тысяч. Ни капли прибыли, говорит владелец бани. У Николая Сафонова городская парная в собственности с 2006 года, но горячим от прибыли, его кошелек так и не стал. Только вот что зарплату, ну и то она уже сколько бы, больше 40 лет в эксплуатации. Конечно, естественно, ремонт требовался каждый месяц. Не помогли даже бюджетные дотации. Сегодня жители пошли к главе. Без веника попарились. В итоге руководство района пообещало временно открыть старую баню, а затем построить новую. Надеемся, новая баня будет в этом составе. А пока постараемся, чтобы эти услуги наше население получили, мы примем все меры. Новую баню пообещали протопить через полгода. Строительство должно быть максимально быстрым. Альбина Винебаева, Амир Залюшев, ТНВ, Тетюши. Третья транспортная дамба будет перекрыта. На улице выйдут больше двухсот новых автобусов, а болельщики пересядут на шаттлы. О транспортной инфраструктуре вне игр чемпионата мира по футболу сегодня рассказали журналистам. Где автолюбителям придется потесниться и для кого проезд станет бесплатным. Слават Мухаммадуллин. Улица Сибгата Хакима во время чемпионата мира по футболу получит статус исключительно пешеходной. Часть Чистопольской будет закрываться для проезда только во время матча Мундиаля на Казани-Рене. Остановка на пересечении Адаратского и Ямашева станет ближайшим пунктом для высадки пассажиров к стадиону. Дальше на колесах нельзя, а это требование FIFA. По этим улицам, как и со стороны ветеринарной академии, добраться до стадиона можно будет только пешком или на велосипеде. Казанцев такие ограничения не особо обрадовали, но все относятся с пониманием. Я думаю, ради того, чтобы показать нас с лучшей стороны перед иностранцами, наверное, это оправдано. Считаю, что это оправдано, потому что сама живу в зоне, где будут проходить игры и прошла через это. Для меня это тоже в первую очередь безопасность. Это не слишком большие неудобства. Мундиаль – это вещь такая, один раз в жизни проводится в городе. Я считаю, это нормально. В дни матча автобусы и метро будут работать еще три часа после финального свистка. К чемпионату мира Казанский автопарк пополнится на 210 новых автобусов и три трамвайных вагона. Для обладателя билетов на игры и паспорта болельщика проезд в общественном транспорте станет бесплатным в день матча. Будет организовано движение автобусов «Шаттл» в количестве 48 единиц с бесплатным проездом. Для ориентации болельщиков на данные автобусы будет нанесена символика чемпионата. Хочу подчеркнуть, что бесплатный он будет для всех пассажиров вне зависимости, есть билет на матч или нет билета. Поедут «Шаттл» до стадиона из ЖД вокзалов и аэропорта. Специально к Мундиале в сторону Казани будут запущены дополнительные поезда. Через ЖД вокзал «Казань-1» будет организовано движение 60 дополнительных поездов на убытие и 48 дополнительных поездов на прибытие. Подробная схема перекрытия дорог появится в начале мая. Опробуют ее казанцы уже 7 числа во время матча «Рубин-Уфа». Он станет генеральной репетицией перед чемпионатом. Слава Тухмадолин, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. И в Казани начал свою работу главный билетный центр «ФИФА». Он расположился на Кремлевской набережной. Здесь же можно оформить паспорт болельщика. 7 декабря один центр работает на улице Баумана и в культурно-развлекательном центре «Родина». Еще один в скором времени откроется на Читаева. Напомним, оформить паспорт болельщика нужно будет всем, кто планирует посетить игры чемпионата. Сегодня представительство Минкомсвязи прокомментировало по скайпу преимущество оформления паспортов заблаговременно. Для россиян и для всех болельщиков это возможность забронировать бесплатные поезда между городами-организаторами чемпионата мира, а также возможность воспользоваться бесплатным проездом в дни проведения матча в городах-организаторах. Это новости на ТНВ и далее в программе. Когда перед отправкой в лес без хирургического вмешательства не обойтись. Это так же, как в отношении человека. Если хирург сделал неправильный надрез, то человек, соответственно, может погибнуть. Для чего в Татарстане проводили операцию на хвойных, узнавал Сергей Хайдаров. От бетона до позолоты. Подрядчик планирует закончить все общестроительные работы. На каком этапе воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери и когда ждать открытия? Об этом Рамиль Шайдолин. Как Рустам Миниханов стал президентом? Какую наживку для рыбы выбирает? И кто станет обладателем Кубка Гагарина? Все это сегодня спросили молодогвардейцы у Рустама Миниханова. Напомним, в верхнем условии продолжается Всероссийский образовательный форум. Вы все задачи так легко решаете? Конечно. Им впереди решать глобальные задачи, а пока переводят дыхание перед увлекательной беседой. Какие методы поддержки молодежи хотелось бы услышать, чтобы мы тоже это транслировали? Этот вопрос в топе 5. В Татарстане молодежной политикой занимается целая структура. Под эту структуру должна быть инфраструктура. Там детские спортивные школы, подростковые клубы. Мы все-таки думали, молодежная политика и спорт вместе или отдельно. Вот их разделить очень сложно. Но успех каждого проекта в эффективности экономики делится Рустам Миниханов. Можно иметь сколько угодно идей, если не будет немножко денег, будет сложно. Поэтому обратите внимание на экономику. На те деньги, которые ты поедешь в Москву и будешь просить, это тоже надо добавку. Надо опираться на свою финансовую обеспеченность. Интересует участников и личный успех президента. От инженера-механика до министра финансов, главы правительства и республики. Я по своему характеру бизнесмен. Зачем было мне оставаться государственной властью? Но сейчас уже поздно. Сотрудничество с регионами, межнациональные согласия, республиканские инициативы и даже прогноз президента, кто же станет обладателем Кубка Гагарина. Конечно, я болею за Гвардс. Но мои близкие друзья боятся за СССР. Мы за красивый спорт. Практически два часа живого открытого общения. Татарстан удивил гостеприимством. Теперь Рустама Миниханова ждут как минимум в двух десятках регионов. В этом году в республике построят 28 сельских клубов. В 42 планируется капремонт. Обустроят 59 парков, скверов и набережных. Все это реализуется в рамках партийных проектов «Единой России». Сегодня в госсовете обсудили новые направления. Есть предложение на федеральном уровне увеличить срок выплаты компенсации по уходу за ребенком до двух лет. Также планируется расширить меры поддержки многодетным семьям. В настоящее время в республике осуществляется 13 федеральных и 6 региональных проектов. Для людей все это делается. Все эти проекты. И участие в этом, вот нас сидящих в этом зале людей, считать и не только своим долгом, но и большим доверием каждому. Завершаются приемы СССР, желающих стать журналистами. Напомним, ТНВ объявил конкурс на грант. Три победителя получат беспрецедентную возможность учиться в высшей школе журналистики КФУ за счет телеканала. Итак, 11-классникам, носителям татарского языка, до 19 апреля включительно нужно заявиться на конкурс. Все подробности вы можете найти на сайте tnv.ru. Вооружились скальпелем и скотчем, чтобы провести мастер-класс для лесников Сабинского района. Здесь, в специальном селекционном центре, провели операции сразу на 500 хвойных деревьях. Зачем в лесном деле нужна пересадка? Сергей Хайдаров. С специальными приючными ножами. Сегодня этот острый нож в руках хирурга не губит деревья, а делает их сильнее. За мастер-классом от лесных хирургов из Мариэл наблюдают лесники Сабинского района. Обычные ели они скрещивают с так называемыми плюсовыми хвойными. Последние и устойчивее, и растут быстрее. И приючные компоненты мы обвязываем. Два ровных надреза закрепили, крепко обвязали скотчем, и процесс пошел. По словам специалистов, новая ветка не только приживется, но и передаст свою генетику всему дереву. Напряжение, как в операционной. Одно неверное движение, и колючей красавице не жить. К сожалению, восстановить его уже будет невозможно. Это так же, как в отношении человека. К счастью, сегодня обошлось без жертв. За процессом внимательно наблюдают представители Федерального агентства лесного хозяйства. Они уже назвали Сабинский центр селекции одним из главных поставщиков хвойных. В Российской Федерации из пяти существующих подобных центров этот является наиболее мощным. Еле татарстанский и техника заграничная. Для воспроизводства хвойных здесь созданы лучшие условия. А самые маленькие деревья крепчают в огромных теплицах. Таких здесь четыре. Тепло, светло и вовремя кормят. Такие условия ждут молодые хвойные саженцы в этой теплице. И учитывая, что их посадили еще только в марте, первая зелень уже появилась. Местные специалисты дадут им пожить здесь еще месяц и переселят на поля доращивания. Если тепличные еле еще только готовятся к самостоятельной жизни, то их привитые старшие братья вскоре после операции будут готовы жить в лесу. Их планируют рассадить в Сабинском и Арском районах. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Сабинский район. Купола засияют осенью. К 4 ноября на воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божьей Матери появятся позолота, кресты и иконостас. Особую ценность представляет роспись в пещерном храме, которому около 300 лет. И восстанавливать его приходится буквально покрупиться. Успевают ли строители ко дню Казанской иконы Божьей Матери? Рамиль Шайдулин. Грозонтальный уровень надо обязательно. Секретов много. Шов к шву, кирпич к кирпичу и размеры один к одному. Полная копия храма 19 века. Не может даже на сантиметр отличаться от оригинала, поэтому следующие полгода каменщики, сварщики и отделочники будут работать в команде. Справляемся. Любую работу надо сделать. Доброе дело делаем. Горячая пора. Уже 4 ноября. Внешний собор должен быть достроенным. Сегодня сроки обозначили строители. Финал первого этапа подгадали ко дню Казанской иконы Божьей Матери. Мы уже увидим собор, как он должен выглядеть. Как бы с золотыми крестами, вызолоченными яблоками, с куполами, с кровлей, совсем с большей частью фасадных икон, которые будут выполнены из мозаики. Это то, что осталось от росписи подземного пещерного храма, краска 18 века. Насколько видно, сегодня за 300 лет она довольно неплохо сохранилась. Все потому, что все это время пещера была засыпана. Благодаря вот этому составу наших грунтов, этой территории, сохранены были именно остатки пещерного храма, росписи, которые мы сейчас наблюдаем. Именно грунт, считают реставраторы, когда-то спас пещеру от полного разрушения. А теперь со стен вновь проглядывает по золотам. На внешних стенах храма восстановили почти половину наружных икон. 4 ноября в храме должен появиться полноценный иконостас. Рамиль Шайтулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Нефтехимы, устремленные в будущее, творчество и труд рядом идут. Нижнекамск Нефтехим провел гала-концерт весеннего фестиваля. Рэп заводской, патриотичный, заводной. Коллектив завода Бутилова-Кавычука в этом году пополнился молодыми работниками разных специальностей. И они спелись в буквальном смысле слова. Аппаратчики, машинисты, прессовщики. Совершенно разные профессии. Очень многие ребята здесь представлены моложе 30 лет. Это наше подрастающее поколение, наши молодые кадры. Программу гала-концерта предварил яркий пролог, в который вошли самые лучшие номера. Песни, танцы, декламация стихов и оригинальный жанр. Все они были отобраны по результатам соревновательной программы фестиваля. Победители были награждены дипломами и денежными премиями. Я очень рада, что у нас есть такое событие, праздник творчества. И во время рабочих будней это глоток свежего воздуха. Фестиваль художественного творчества проводится на Нижнекамскнефтехимии ежегодно. Это одна из успешных форм работы с молодежью. В нем принимают участие все подразделения предприятия. Активно своих одаренных сотрудников поддерживают руководители структурных подразделений. Они в этот день все присутствовали в зале. На сегодняшний день на нашем объединении созданы все условия для работающей молодежи. Вся социальная сфера направлена для того, чтобы они чувствуют себя хорошо, чтобы был тот микроклимат, который и благоприятствует и развитию, и отношения между собой. Нефтехимики были не только на сцене, но и в зрительном зале. Можно было смело сказать, что это был аншлаг и фестиваль удался. Альбина Слагараев, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. В Татарстане выбрали предсказателя чемпионата мира по футболу. Им стал шестимесячный козленок по имени Борис. За это звание он боролся с козой Розой. Чтобы проверить свои экстрасенсорные способности, животные выбирали победителя третьего матча между ЦСКА и Акбарсом. Борис оказался прав. И на этом у нас пока все. Далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Хоккейный праздник продолжается. В битве за Кубок Гагарина игроки ЦСКА сократили счет в серии. После трех поединков Акбарс впереди 2-1. Началось все для казанцев красиво. Две домашние победы внушали надежду на удачный исход в Москве. Но армейцы думали немного иначе. Первым шайбу ворота Акбарса отправил экс-игрок нашей команды Кирилл Петров. Гости ответили двумя результативными атаками. Отличились Антон Ландер и Станислав Галиев. Казалось, игра идет к очередному выигрышу, но ЦСКА в основное время счет сравнивает. А в овертайме все тот же Петров смог вернуть интригу в серию. Ближайший матч пройдет в Москве завтра в 19.30. Естественно, соперник выступать некуда. Он играет дома, где-то играл активнее, может где-то вторым номером. Но мы четко старались выполнять тенническое задание. Не скажу, что мы сегодня сыграли плохо, играли хорошо, но сегодня, наверное, не повезло нам. Ловкость рук, ног и профессиональное управление телом – самые сложные элементы спортивной гимнастики – можно увидеть в Казани. Наша столица в эти дни принимает чемпионат России по силовому виду спорта. Более 150 участников сражаются за главную путевку на чемпионат Европы. По прежним заслугам и выигранным титулам главный фаворит среди девушек – Алья Мустафина. Но сама олимпийская чемпионка высоких задач не ставит. После длительной паузы сложно войти в спортивный режим. Федерация спортивной гимнастики России подарила Татарстану снаряды на 6,5 миллионов рублей. Их установят в центре гимнастики, а другие распределят по районам республики. Чемпионат по спортивной гимнастике завершится 22 апреля. По итогам турнира будет сформирована мужская и женская команды сборной России. Узнать, что меня ждет, как придет меня моя нервная система. Но я считаю, что все-таки этот чемпионат России для меня будет такой самый необычный, самый важный старт. И единственный, наверное, старт, от которого очень тяжело чего-то ожидать. И в завершение новости фехтования. Татарстанские раперистки взяли золото первенства Европы в командном турнире. Аделя Абдрахманова и Регина Грифулина выступали вместе с Оксаной Мартинс-Хуареги и Кристиной Самсоновой. Соревнования завершились в Ереване. За победу в командном турнире боролись шесть команд. В полуфинальном этапе были обыграны итальянки со счетом 45-34. В финале наши девушки встретились с раперистками из Польши в поединку за золотые медали. Взяли вверх со счетом 45-36. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В пятницу солнце временами будет выглядывать из-за туч, но осадки не прекратятся. Подробнее о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстание, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке, в Бугульне, Бавуе, Ознакаево, пройдут дожди, будет пасмурно и около 9 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, в Набережных Челнах, Елабуге до 7 тепла, пасмурно и дождливо. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделевске ожидается облачная погода с дождем плюс 6. Пасмурный циклон и на северо-западе республики. Тут до 8 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном, облачно и дождливо. Плюс 6, плюс 8. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, также пройдет дождь и около 7 градусов тепла. В субботу из-за северного ветра станет еще прохладнее. Особенно это будет заметно в ночное время. Осадки не прекратятся. В Казани облачная погода с прояснениями, временами с дождем. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. Ветер северный порывистый до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Магнитные поля земли спокойные. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова